Продолжение следует... В области, которая утвердила программу капремонта многоквартирных домов, о которой сегодня и пойдет речь. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. В утвержденной правительством области программе капремонта 3889 жилых домов, расположенных в Архангельске. Среди них и этот. Проспект Ломоносова, 172, корпус 3. Деревянный двухэтажный дом, постройки еще 1917 года. За всю свою почти вековую историю капитального ремонта это здание не видела ни разу. Каково же было удивление жителей, когда правительство области решило, капитальный ремонт этого дома будет произведен только в 40-х годах. Жители бы и рады ждать, да боятся, что не дождутся. Обветшала кровля, да и свайные основания дают о себе знать. Неизвестно уже, какое состояние, в принципе, оно будет через пару лет. И будет ли вообще-то программа исполнена в полной мере. Но я думаю, что все это не стоит затягивать, а решать проблемы сейчас. Или подождать, внося обязательные платежи областному оператору капремонта. В противном случае придется дополнительно собирать средства и производить ремонт за свой счет. Не стоит забывать и о том, что ежегодно в Архангельске сотни домов становятся аварийными, сгорают или признаются не подлежащими капремонту. Областная программа этот факт не учитывает. Программа состоит из пяти этапов. Каждый этап это пятилетний этап. И вот мы увидели, что в первый пятилетний этап входит порядка 600 домов. Хотя мы рассчитывали, что данное количество домов будет значительно больше. В то же время на последний этап, это 2038-2042 год, отнесено порядка 3000 домов. Или 75% всего жилищного фонда, который предусматривается в рамках этой программы. То есть они должны быть отремонтированы только в самом-самом конце. И из этих 75% лишь десятая часть сможет дождаться ремонта. Судьбу остальных домов областная программа негласно предрешила, как и судьбу средств, которые горожане теперь обязаны направлять на капитальный ремонт. Нет гарантии, что оплаченные вами 6 рублей 10 копеек за квадратный метр будут потрачены на ремонт именно вашего дома. Не распылять деньги архангелогородцев на нужды других населенных пунктов региона помог бы специальный фонд капитального ремонта для поморской столицы. С предложениями создать такой неоднократно выступал мэр Архангельска Виктор Павленко. Но областное правительство эту идею не приняло. В итоге многие собственники жилья в многоквартирных домах не желают участвовать в программе, по которой их жилье будет отремонтировано через 30 лет, а сами жители будут устранены от принятия решений о проведении ремонтов. Кроме того, несколько десятков домов в программе просто нет. Собственники уклонились от предоставления документов для включения в нее. При этом взнос правительство области установило единый для всех, не принимая во внимание, что, например, для ремонта деревянных домов расчетная плата за капремонт должна составлять 29 рублей с квадратного метра. А для того, чтобы отремонтировать дома в районах области, средств потребуется еще больше. Минимальный взнос по многоквартирным домам, это, как правило, 9-этажные дома, составляет 9 рублей 47 копеек. А по деревянным домам, как правило, неблагоустроенный жилой фонд, 32 рубля с квадратного метра. То есть ощущаете разницу? 6-10 с квадратного метра и минимум 9,47. То есть эта разница должна быть где-то предусмотрена. Поскольку регулятором является субъект, соответственно, эти финансовые средства должны быть предусмотрены в бюджете Архангельской области. Этих денег нет. И где их взять, правительство области ответа тоже дать не может. В целом, ежегодный дефицит средств на реализацию региональной программы составит почти 4 миллиарда рублей. По Архангельску, где сосредоточена примерно треть жилфонда, это более миллиарда рублей. Понятно, что муниципалитету только за счет собственных средств этот дефицит не покрыть. Соответственно, без дополнительного источника финансирования, например, привлечение федеральных средств, реальность выполнения региональной программы капремонта вызывает большие сомнения. Обо всех нюансах принятой программы мы сегодня поговорим с директором Департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимиром Плюсниным. Владимир Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Николаевич, первый вопрос. Сколько многоквартирных домов сегодня нуждаются в ремонте в нашем городе? В городе Архангельск подал 3889 многоквартирных домов для того, чтобы они участвовали в программе капитального ремонта. Это все дома, которые, согласно правил программы, могут принять участие в этой программе. А есть ли многоквартирные дома, которые не попали в программу и по каким причинам? Значит, согласно правил, которые прописало областное правительство, в эту программу не входят блокированные дома и дома, в которых количество квартир не более трех. Значит, эти дома не вошли. Есть еще дома, которые не предоставили сведения. Это 184 дома. В основном это КИЗы, ТИЗы и ТСЖ. Ну и новостройки. Они в программу вошли, но по ним отсутствует ряд сведений, которые они нам не предоставили. И поэтому в программе они отнесены на последний этап проведения капитального ремонта. Ну вот как раз, на ваш взгляд, ряд ТСЖ и кооперативных домов, почему уклонились от участия в программе? То есть, все-таки по каким-то объективным причинам? Ну, первая причина, наверное, все в доме хорошо. Большинство ТСЖ создаются при условии, когда есть сильный председатель. Без этого фактора и ТСЖ не создаются. И, соответственно, сильный председатель, хороший хозяйственник ведет постоянную работу по содержанию собственного дома. Жильцы оплачивают те сборы, которые они планируют. За эти деньги проводятся работы, в том числе и капитального характера. И, соответственно, люди привыкли жить в таких домах, исходя из собственных возможностей и полагаясь только на себя. И, соответственно, председателя. Ну, с этими домами более-менее все понятно. А вот с теми, кто попал в эту программу, спорных много моментов. Правда ли, что все деньги, которые региональный оператор соберет, он может по своему усмотрению расходовать? То есть, например, новый дом, который не нуждается в ремонте, деньги фонд вносит, и они идут на ремонт домов, скажем так, ветхих. По условиям программы основной принцип – это принцип котла. Значит, все мы в течение 30 лет будем платить на сегодняшний день установленный минимальный взнос – 6 рублей 10 копеек. Это не те деньги, которые позволят привести жилье в порядок. В законе прямо не запрещено расходовать деньги. Соответственно, на другие муниципальные образования, соответственно, разрешено. Поэтому здесь уже, так как программа верстается областным правительством, так и решение будет принимать региональный оператор по расходованию средств. Но мы понимаем, что 6 рублей 10 копеек – это непозволительный минимум, скажем так. То есть, сумма должна была быть за квадратный метр в разы больше. Да, мы предоставляли, я с вами согласен, мы предоставляли расчеты, которые говорили, что капитальный ремонт по всем видам работ, которые предусмотрены программой, обойдутся собственнику в 32 рубля, это максимум. 29 рублей, и все-таки был принят взнос 6 рублей 10 копеек. При таком увеличении взноса возникает дефицит средств, которые потребуются на проведение капитального ремонта. По городу Архангельска он составит 1,2 миллиарда рублей в год. Соответственно, мы понимаем, что часть домов будет ремонтироваться, а часть домов будет просто оплатить деньги и ждать своей очереди. Наверное, поэтому и был перенесен основной, основная масса домов на ремонт последнюю пятилетку на 43-й год. То есть, дефицит, как этот будет восполняться, тоже… Сегодня этот дефицит, значит, по условиям программы, этот дефицит возможен, его можно покрыть за счет регионального бюджета, но сегодня таких решений не принято. А вот все-таки парадоксы есть в программе, то есть дом постройки 1917 года, планируют его ремонтировать в 2038-м. Чем вообще руководствовалось правительство области? Насколько объективно такое решение? Наверное, делали всем по справедливости. Для того, чтобы было понятно, как попадают дома по очередности, в программе прописаны критерии, по которым и формировалась очередность ремонта многоквартирных домов, деревянных, многоэтажных, панельных. В этих критериях указано основное – это износ, год постройки, срок до первого капитального ремонта проводился ли он вообще, и финансовая дисциплина платежей, в том числе и по региональному оператору. По этим основным критериям и формировался список. Но вот когда смотришь на весь список целиком, вы правы, что дом 1917 года есть и в первой пятилетке, это 1915-19 год, и дома 1927-1936 года отнесены на следующие периоды. Но деревянным домам такой срок выдержать очень сложно. Есть в программе оговорки, по которым можно сказать, что они так немножко облегчают участь этих домов, ежегодное корректирование программ, как краткосрочных, так и долгосрочных. Это вот такой нюанс, который все-таки позволяет в случае крайней необходимости. Ну, то есть, скажем так, не все так категорично, какие-то надежды уже есть? Спасибо законодателю, что все-таки надежду оставили, но четко ее не прописали. И судя по формированию списка домов, все-таки напряжение у нас остается в плане понимания необходимости проведения капитального ремонта в домах. Хорошо. А вот как быть, например, если в доме есть нежилые помещения, например, магазины, их ремонт осуществляться будет за чей счет? Значит, читаем жилищный кодекс и региональную программу. Там четко написано, что собственник оплачивает взнос в региональный оператор. Если у встроенного магазина арендатор, значит, оплачивает собственник. Это мэрия города или областная администрация в честь собственности находится в помещении. Если этот магазин в собственности у предпринимателя, соответственно, этот предприниматель и оплачивает свой взнос. То есть, жители за магазин платить не должны. Хорошо. Мы внесли положенные 6 рублей 10 копеек за квадратный метр. Деньги попали региональному оператору. И вот на какой комплекс работ мы можем рассчитывать в рамках капитального ремонта? Пусть даже он будет проведен в 30-40-х годах. В паспорте программы он есть на сайте города, на ригорода Архангельского департамента городского хозяйства. Эти все виды работ прописаны. Основные виды работ это ремонт на системы обеспечения. Это электричество, тепло, водопровод, канализация. Ремонт лифтов, крыш и свайна основания. Обшивка фасадов. Ремонт фасадов. Это основные мероприятия, которые выполняются за 6 рублей 10 копеек. Владимир Николаевич, мы сейчас прервемся для того, чтобы услышать звонок, который поступил к нам в прямой эфир. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Владимир Николаевич, я проживаю по республиканской, дом 16, корпус 1. Его поставили на ремонт с 14 по 19 год. А есть ли смысл ремонта, если дом 35 года постройки? А просто в чем? А в чем, собственно, вопрос, если вы еще нас слышите? Ну, ремонта поставили на капитальный ремонт. Но есть ли смысл, что ремонтировать, если он 33 года постройки? Там все сгнило. Понятно. Спасибо, ваш вопрос понятен. Спасибо за вопрос. Значит, перед тем, как мы включим, ваш дом попал в первый этап проведения капитального ремонта. Мы сейчас формируем программу капитального ремонта на 5 лет, и в том числе на первый год. Значит, немножко расскажу поподробнее, чтобы было понятно не только вам, но и всем остальным зрителям, как же это будет происходить, чтобы вопросы очередности были понятны. Значит, создается комиссия, утверждается распоряжение мэра города. В эту комиссию входят представители мэрии города, регионального оператора, государственной жилищной инспекции, управляющей компанией. И эта комиссия выходит на обследование основных элементов жилого дома. Вот если вы говорите, что у вас там все гнилое, соответственно, мы определяем объем работ, и виды работ уже определены в программе. Если комиссия выходит и видит, что этот дом ремонтировать экономически нецелесообразно, есть у нас такие дома, соответственно, будем выходить с предложением выхода на этот дом межведомственной комиссии. При решении межведомственной комиссии дом признается непригодным для проживания, подлежащих сносу и расселению граждан. Соответственно, в этом случае капитальный ремонт проводиться не будет. Спасибо нашему телезрителю. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 639-717. Мы ждем ваши вопросы. А мы продолжим. И, Владимир Николаевич, следующий вопрос. Как будет проходить отбор подрядных организаций? Контроль осуществляться будет региональным оператором? Отбор подрядных организаций будет проходить региональным оператором. Надо понимать, что управляющие компании в этом процессе будут участвовать на общих основаниях. Не так надо понимать, что та управляющая компания, которая обслуживает дом, однозначно участвовать в ремонте не может. Потому что будет, скорее всего, проведен конкурс по отбору организаций, которые могут участвовать в капитальном ремонте. Потому что для этого вида ремонта ужесточены требования, предъявляемые к подрядным организациям. И поэтому все будет проходить, я полагаю, на конкурсной основе, как это сейчас принято. А если, например, в доме будут менять свайные основания, будет ли расселение жителей в другие дома на время ремонта? Значит, ремонт и замена свайного основания по домам происходит по двум вариантам. Если дом высокий, это где-то от полуметра и выше имеет свайное основание, а там расселение жильцов в большинстве случаев не требуется. Если все-таки дом низкий и к сваям невозможно подойти, такие дома необходимо расселять. Дом целиком не расселяют, расселяют только те квартиры, в которых проводят ремонт по замене свайного основания и венцов. Например, сначала расселяют первый подъезд, возвращают, и, соответственно, расселяют второй подъезд. Или по квартире. Все зависит уже от конкретной ситуации. Ну, то есть на самотек все-таки все пущено не будет, все будет более-менее под контролем, по крайней мере, на это надеемся. Конечно, будет все под контролем, потому что мэрия города отвечает и выступает как собственник жилья и как наимодатель. И, соответственно, мы обязаны для того, чтобы ускорить работу, она гораздо быстрее пройдет, если квартира будет полностью освобождена и от жителей, и от мебели. Соответственно, будет предоставлено помещение для временного проживания. Оно может быть не соответствует тем критериям, которые занимает жильец, но не менее 12 квадратных метров. Здесь мы, я думаю, найдем у жильцов понимание. Если дом ремонтируют, очень редко возникают нерешаемые ситуации. Очень редко. Но они есть. Ну, все-таки капремонт, когда бы он не производился, так или иначе лучше, чем простаивание в ветхом и тем более аварийном виде. Хорошо. Программа сформирована на 25 лет. И если, например, в конкретном доме коммуникации, например, холодного водоснабжения, ремонт их запланирован на сроки, тогда, когда уже, собственно, срок эксплуатации будет истекать. Возможно, все-таки будет, да, как мы понимаем, сделать раньше замену коммуникации. Да. Значит, закон позволяет, если наступает ситуация, при которой неотвратим проведение капитального ремонта, условно говоря, мы с вами заговорили, по системе теплоснабжения, водоснабжения, то такой ремонт возможно провести до срока наступления проведения капитального комплекса, капитального ремонта. Но здесь надо учитывать и внимательно читать документы. Нужно выполнить все необходимые требования по оформлению этих работ. Первое – это решение общего собрания. Это однозначно. Потому что это высший орган, который управляет жилым домом. После решения собрания необходимо определиться с финансированием, принять и собрать средства, которые пойдут помимо тех денег, которые мы ежемесячно будем платить региональному оператору за дополнительные деньги. После проведения ремонтных работ и принятия этих работ, необходимо оплатить эти работы, оформить и предъявить региональному оператору все расходные документы. Те средства, которые потрачены собственниками на непредвиденный ремонт, зачитываются собственникам в будущие платежи. То есть не просто так вы деньги потратили. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 639-717. У вас еще есть время задать ваш вопрос. А как будет проходить работа с неплательщиками и должниками? Я так понимаю, что уже в ноябре мы будем получать квитки с новой суммой. Кто-то будет платить исправно, а кто-то все-таки будет. Ну, наверняка такие случаи будут. Как здесь будет проводиться работа? Согласно законодательству, то нашего областного закона основная работа по сбору долгов ложится на регионального оператора. Он может поручить эту работу расчетному центру, который будет начислять и собирать платежи на счет регионального оператора. Соответственно, здесь законодателям предусмотрена мера, если кто-то не оплачивает сумму, то она в любом случае может быть взыскана. Крайний случай это по суду. Есть такая возможность обращаться по взысканию. Кроме того, платильщику придется заплатить еще проценты. И эти проценты пойдут опять в общий котел конкретного дома. А все-таки лучше открыть спецсчет или доверить деньги региональному оператору? По-вашему как? Значит, опять же обратимся к букве закона. Значит, в законе написано, что средства формируются или на счете регионального оператора, или на конкретном специальном счете. Но на специальном счете средства можно формировать только ТСЖ или жилищного кооператива. Соответственно, любой дом, который находится под управлением управляющей компании, этого себе позволить не может. Спасибо, Владимир Николаевич. У нас звонок в прямом эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Может, я повторюсь, вот у нас дом это ТСЖ. Мы тоже уплачиваем 6 рублей 10 копеек? Дом ТСЖ тоже платит 6 рублей 10 копеек? Значит, да. Это минимальный взнос, который должны оплачивать любой собственник. Но вы на своем собрании можете принять другую цифру, другую цифру, которую вы считаете необходимой, под которую у вас сделаны расчеты. То есть это минимальный взнос, 6 рублей 10 копеек. Общее собрание принимает любое другое решение. То есть решение так или иначе будет исходить от собственника? Из-за общего собрания. Спасибо большое, Владимир Николаевич, за беседу. Напомню, что сегодня гостем программы «В центре внимания» был директор департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимир Плюснин. С ним мы обсуждали самую актуальную и злободневную, пожалуй, тему последних дней областную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Думаю, что она еще не раз окажется в центре нашего внимания, поэтому следите за эфирами на канале ПС и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин